В юбилейный 20-й раз в минувшее воскресенье вся страна отметила свой государственный праздник – День России. Накануне этого события в Екатеринбурге на главной площади города состоялся праздничный концерт Свердловской государственной академической филармонии, которой 10 июня исполнилось 75 лет. Эти две знаменательные даты были объединены для того, чтобы поздравить екатеринбуржцев и гостей города. Дорогие уральцы, вас приветствует губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин. 20 лет назад, 12 июня, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о независимости России. И с этого дня этот день является главным государственным праздником. Этот день пронизан нашей общей ответственностью за судьбу великой страны. Великой страны, объединившей на своих необъятных просторах многие народы, обычаи, религии, опорный край державы, Урал достойно встречает главный государственный праздник. Многие люди и у нас, и за рубежом узнают о Свердловской области, о наших артистах, театрах, коллективах. Настоящей визитной карточкой Свердловской области и Урала стал Уральский академический филармонический оркестр. Мы гордимся нашим оркестром. Ему рукоплескали зрители во многих странах мира. Так случилось, что именно в этот день, точнее вчера, исполнилось 75 лет филармонии. Это большой и славный путь. Путь действительно великого коллектива, который и сегодня несет радость к культуру многим и многим. Дорогие уральцы, я поздравляю вас с праздником. Я желаю вам здоровья, добра, всего самого-самого хорошего. С Днем России! Послушать знаменитое на весь мир музыкальное произведение не менее известных композиторов пришло большое количество человек, неравнодушных к классической музыке. Музыка 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 Приобщиться к высокой культуре в этот день смог любой желающий, коих собралось немало. За происходящим на сцене зрители смогли следить и на огромных экранах, установленных здесь же, на площади 1905 года. Музыка Тот факт, что посреди самого концерта прозвучал гром и пошел далеко не теплый дождь, ничуть не смутил зрителей. Раскрыв свои цветные зонты, они продолжили наслаждаться музыкой в исполнении оркестра Свердловской государственной академической филармонии. Музыка И, видимо, в награду за стойкость зрителей вскоре дождик закончился, а легкий ветерок и солнце к концу концерта не оставили на брусчатке практически ни следа от его присутствия. Предложение ведущих концерта исполнить вместе с хором известные советские песни активно было поддержано зрителями концерта, в том числе и губернатором Александром Мишариным. Музыка ПЕСНЯ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Технические работники, работники народного хозяйства пели эти песни в здании делового клуба Свердловска, хозяевами которого они были. И потом, выходя на улицы города, как и мы сегодня, пели их все вместе. Именно тогда, в 1936 году и была создана Свердловская государственная академическая филармония. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Апофеозом большого праздничного концерта, посвященного Дню России и юбилею Свердловской государственной академической филармонии, стали колокольный звон, пушечные залпы и восторженные аплодисменты зрительного зала. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...